18 семей из деревни Тувси получили ключи от квартир. Жители пострадавшего от взрыва дома сегодня отпраздновали новоселье. Средства на строительство нового здания были выделены из резервного фонда республики. Улицу, на которой в январе произошло страшное, ЧП теперь не узнать. Благоустроенный двор, новая дорога и тротуары. С новоселами пообщались и мои коллеги. Построить в сжатые сроки после трагедии, которая случилась здесь в январе этого года, власти республики дали понять, что в новые квартиры люди переедут в самое ближайшее время. Спустя всего лишь 9 месяцев на месте старого дома, от которого остались одни руины, возвели новую многоэтажку. Семьи, которые в один миг остались без крова, этого момента ждали с нетерпением. Кто-то все это время ютился у родственников, кому-то временное жилье подыскали районные власти. Переезд в новые квартиры надолго не затянулся. Люди возвращаются обратно в родную деревню Тувси. О трагедии жителям напоминают только руины. Их огородили лентами. Знак неподалеку указывает, что это опасная территория. На торжественной церемонии слова благодарности звучат в адрес строителей. Возвести жилье им удалось раньше намеченных сроков. Но главное до наступления холодов. На самом деле я благодарен всем тем участникам, спасателям, спонсорам, волонтерам, которые сразу отозвались на эту беду и сделали все для того, чтобы жители вовремя могли получить в данном доме соответствующее, подустроенное, комфортное жилье. Для комфорта жильцов в доме создали все условия. Проводить ремонт в квартирах уже нет необходимости. На стенах обои, на кухне установлена газовая печь и подключена система индивидуального отопления. Для тех, кто лишился не только крова, но и имущества, даже такие мелочи важны. Обустраивать свое жилье многие новоселы начали недавно. Намного уютнее, говорят жильцы, стало и во дворе. Здесь установили новую игровую площадку и даже посеяли газон. А это уже окраина районного центра. Через пять лет здесь планируют возвести 10 многоэтажных домов. Квартиры в них предусмотрели для цивильских очередников. На территории другого участка планируют построить более 140 коттеджей. Поселятся в них многодетные семьи и дети-сироты. Стройки идут, жизнь продолжается, да? Строители радуются, что есть спрос на квартиры. Квартир не хватает проблем на сегодняшний день. Когда будете вводить в эксплуатацию эти дома? До Нового года. До Нового года? Да, практически. Там есть у нас. Разрешительные по газу, по коммуникациям, все эти разрешенные вопросы? На эти дома газа хватает. Эти земли пустовали долго. Недавно их начали осваивать. Участки были переданы республике из федеральной собственности. Но в новых районах города возводят не только жилье. Недавно здесь открылся детский сад. А в этом году началось строительство еще одного дошкольного учреждения. Менриковалев и Евгений Анисимов. Республика.